Совершенствование инфраструктуры Ферганской области происходит за счет новых объектов социального, экономического и духовно-культурного значения. О новых значимых адресах, вводимых в эксплуатацию и меняющих не только облик региона, но и мировоззрение людей в обзоре моих коллег. Улучшение качества жизни людей. Эта приоритетная задача в наше время поставлена государством во главу угла. И сегодня сбываются мечты многих. Малообеспеченные, нуждающиеся, граждане с ограниченными возможностями, молодые семьи обретают свой кров. В этом плане и в Ферганской области проводится солидная работа. Так, в одной только Махале Миндонобот Ферганского района в 2018 году были сданы в эксплуатацию 8 трехэтажных домов. А это 144 квартиры. В нынешнем же году, в июле месяце, намечена сдача еще 11 таких же трехэтажных домов. То есть еще 198 семей обретут свой кров. Квартиры, прежде всего, будут предоставлены 45 людям с ограниченными возможностями и женщинам, находящимся в тяжелом социальном положении. В этом же списке 18 молодых образцовых семей, принимающих активное участие в социальной жизни страны. В настоящее время строится еще 279 доступных домов. Для обеспечения занятости жильцов здесь же, на этой территории, организован швейный цех. Помимо этого, в 2018 году в городах Фергана и Кокант Ферганской области за счет строительства 27 и 5-этажных доступных домов жилье получили 870 нуждающихся семей. В 2019-м будет построено еще 14 таких же домов уже в Фергане и Кувасае, благодаря чему еще 603 семьи получат ключи от собственных квартир. Проведение в современный облик города, возведение вместо старых домов новых – это требование времени. В рамках соответствующего указа главы государства в стране развернулась масштабная работа. В целях восстановления процессов урбанизации мы разработали трехлетний план. В разрезе 19 городов и районов запланировано к освоению средств в размере 10 триллионов 402 миллиардов сумм. На месте морально устаревших зданий будут построены новые сооружения. Будет обновлена система питьевого водоснабжения. Будут созданы системы канализации в центрах городов и районов. Особое внимание будет уделяться развитию социальной сферы. В генеральные планы также включены задачи по созданию крупных предприятий. Каждый человек должен жить достойно, иметь свой кров, чтобы дети росли в хороших условиях. И государство делает большие шаги навстречу этим мечтам. Воспитание молодого поколения никогда не теряло своей актуальности. И в 21 веке задача в прямом смысле превратилась в жизненно важную. Как должна строиться государственная политика, касающаяся молодежи? Как реализуются инициативы в этом плане? Своевременно ли находит решение проблемы, которые сегодня встречаются в жизни юношей и девушек? Эти острые и решающие многое моменты находятся в центре пристального внимания нашего общества. Открывшийся в городе Фергане и сданный в эксплуатацию молодежный инновационный центр может решить многие задачи в этом направлении. Для создания еще больших условий, проявления талантов, одаренной молодежи открыт данный центр. Он создан в рамках пяти инициатив, озвученных президентом страны. Здесь будут собираться юноши и девушки со всего региона, у которых будет прекрасная возможность реализовывать идеи проекта в этом инновационном центре. Раньше такого не было. Это, можно сказать, открытие дверей в мир больших возможностей. Здесь они также получат ответы на многие интересующие вопросы. На возведение центра направлено было свыше двух с половиной миллиардов сумм. Его возможностями и сервисом в день могут пользоваться около 500 молодых людей. В комплексе находится фонд Йошларки Ладжоги Мюс, консультативный центр «Молодой предприниматель», бюро по обеспечению занятости, туристическое агентство, служба оказания медицинской психологической помощи, инновационный центр «Молодая семья». Кроме того, здесь же расположились библиотека, юридическая клиника, IT-академия и даже бук-кафе. Широкие, светлые, просторные кабинеты, инновационные проекты, квалифицированные специалисты, теоретические и практические занятия – все то, что может содействовать молодым в реализации их инициативности и предприимчивости. Отличие данного центра в Фергане от других в том, что он многофункциональный, потому что если на первом этаже располагается сам инновационный центр, то на втором этаже предполагается предоставление современного жилья нуждающимся молодым семьям. Какой-то сильный акцент социальной политики. Во многом центр также значим, потому что находится в центре города. Здесь помимо того, что молодежь будет обучаться, они смогут проводить свой досуг, содержательно и полезно. Это хорошая площадка для реализации самых амбициозных идей и проектов. В данном центре молодежь будет также обучаться предпринимательству, информационным технологиям, привлекаться к чтению книг. Что важно, все услуги будут оказываться бесплатно. Это библиотека, которая находится в новом информационном центре. Очень компактная, но несмотря на это у нее очень много возможностей. Здесь есть все. И детская литература, и мировая. Самые лучшие произведения узбекской литературы. Более того, данная библиотека открыта в инновационном центре, потому что именно здесь посетители могут читать произведения на своих мобильных телефонах. Для этого достаточно отсканировать QR-код программы, загрузить ее, и перед вами открывается целая библиотека в тысячу книг. Еще один важный момент. С помощью центра будут разрабатываться инновационные механизмы, предоставляющие возможность направлять местную продукцию на внутренние и мировые рынки, а также привлекать молодежь к научным и исследовательским работам. Кстати, есть здесь и возможность для проведения онлайн-конференции с участием местных и зарубежных экспертов, а также семинар тренингов, различных смотров конкурсов в научно-техническом направлении. Программа развития деятельности молодежных инновационных центров закрепляет глубокое изучение опыта работы подобных учреждений в европейских странах Японии, Южной Корее, КНР, России и ряда других развитых стран. Учитываются лучшие эффективные наработки и воплощаются в жизнь. Неудивительно, что именно здесь одаренная молодежь может и будет внедрять в жизнь свои инновационные идеи. Ведь для этого есть все возможности, как для студентов, так и для молодых ученых, профессоров и учителей. И главная цель все та же – подготовить конкурентоспособные кадры, работа которых будет отвечать современным требованиям. С открытием инновационного центра будет создано 25 новых рабочих мест. И уже сегодня здесь трудятся молодые специалисты города. Созидательным процессом сегодня охвачены даже самые отдаленные местности Ферганской области. Совершенствуется работа в плане духовно-просветительского роста в сфере культуры. Эта земля подарила миру великих литераторов, ученых. На протяжении веков открываются новые грани классической узбекской литературы. Один из продолжателей учения Накшбандия, известный представитель художественного пера и теологии 18 века, ученый Ходжаназар, сын Хойбназара Хувайдо, объединил в своем творчестве практически все поэтические жанры. Его произведения получили славу не только на территории Центральной Азии, но и в Турции, Иране, Афганистане и Пакистане. Его талант вызывает большой интерес во всем мире и по сей день. В начале 20 века Хувайдо привлек к себе внимание ученых Западной Европы. Востоковед Мартин Хартмин на немецком языке опубликовал книгу «Диван Хувайдо» по-чеготайски. Русский ученый Гаврилов провел исследование на тему поэт из Суфии, Средней Азии, Хувайдо. Произведения нашего великого предка не раз выходили в свет в Стамбуле, Казани, Ташкенте и пользуются большой популярностью среди читателей. Изучается творческое наследие Худжаназара Хувайдо. Светлый облик принял и его мазалей, который часто посещают не только соотечественники, но и зарубежные туристы. За последний год в Маргелане по поручению президента возвели современный красивый парк культуры и отдыха имени Иркина Вахидова, излюбленное место талантливой молодежи. Установлен памятник народному поэту Узбекистана. Комплекс вобрал в себя также его мемориальный музей, школу-интернат для одаренных молодых людей по социальным предметам, здание областного отдела союза писателей Узбекистана и другие объекты. Жизненный и творческий путь Иркина Вахидова служит дальнейшему развитию национальной литературы и культуры, духовности народа. Созданы все необходимые условия для гармоничного становления молодежи, которая составляет более 60% населения региона. Особое внимание полезному занятию ее досуга. На основе выдвинутых президентом пяти инициатив в Куштепинском районе планируется реализовать 11 проектов на 2 миллиарда 115 миллионов суммов. Трудоустроено 60 молодых людей и женщин. Начал свою работу Центр молодежи. Здесь обучают иностранным языкам, работе на компьютере, расположена школа юных представителей АСКИИ, юмористов, а также библиотека, фонд которой насчитывает 5000 книг и еще 10 тысяч электронных. Юноши и девушки с огромным интересом и энтузиазмом посещают Центр, где можно обменяться мнениями, поделиться своими планами на будущее с именитыми творческими личностями.